Крымские власти ускорили интеграцию полуострова в состав России. Дату референдума о присоединении переносили дважды. С 25 мая на 30 марта, а затем и вовсе на 16 марта. Сейчас, не дожидаясь референдума, провозгласили государственную независимость автономии. Решение крымский парламент принимал на закрытом заседании. В это время у стен Рады в Симферополе прошел митинг за единство Украины. Среди требований участников немедленное освобождение ранее похищенных пророссийскими сепаратистами сторонников евроинтеграции. Наши требования первое вернуть активистов, второе убрать оккупацию с Крыма, третье не проводить референдум. К протестам проукраински настроенных крымчан прибавились и оригинальные рецепты депутатов украинского парламента, побывавших на полуострове. В частности, заблокировать ненужный Киеву референдум могут председатели местных советов. Делегитимизировать этот псевдореферендум абсолютно реально. Поэтому я предложил распустить Верховную Раду Крыма. Это согласовано с Рефатом Чубраевым и Мустафой Джеймилевым. Собрать в Херсоне председателей сельских, поселковых и городских советов. Украинский парламент пошел самым коротким путем. Не стал искать союзников в местных советах, а предъявил крымским депутатам ультиматум. Отказ от регионального плебисцита, не предусмотренного украинским законодательством, или распуск Крымской Рады. На раздумье Симферополю дали сутки. Меджилист крымско-татарского народа ультиматум поддерживает, несмотря на обещания крымских властей, дать им 20-процентное представительство в органах местной власти после вхождения полуострова в состав России. Мы против проведения референдума. Мы бойкотируем референдум. И мы делаем все для того, чтобы объяснить всем жителям Крыма последствия, которые могут наступить после проведения этого референдума. Но, разумеется, мы не участвуем в формировании правительства автономной республики Крым, то, которое создано вопреки действующему законодательству. Хотя Кремль и не идет на контакты с новой властью в Киеве, украинское правительство все же рассчитывает на политическое урегулирование. Ведь воевать с северным соседом Украина не может. На ее восточной границе сегодня сосредоточена группировка, в четыре раза превосходящая по численности всю национальную армию. Если у нас численность сухопутных войск 41 тысяча, из них сейчас в мирное время должно быть готовы 20 тысяч, то я вам докладываю, фактическое положение готовы только 6 тысяч. Правительство считает, что нынешнее положение дел в армии – результат работы предыдущего правительства. С защитой Киев просит у Соединенных Штатов и Великобритании, которые гарантировали территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк уже вылетел в Вашингтон для переговоров с президентом США Бараком Обамой.